всем привет сегодня покажу вам очень интересный проект это двухкомнатная квартира площадью 85 квадратных метров что интересно что это сталинка вторичка и здесь мы реализовали проект полностью под ключ заказчики подписчики нашего канала давно следят за нашей работой и как только приобрели недвижимость сразу же обратились в нашу компанию квартира находится восьмиэтажном кирпичном доме построенном более 60 лет назад здание было построено по индивидуальному проекту и относится к разряду поздних сталинок на обмерном плане видно что прихожая как таковая отсутствовала вместо нее длинный коридор до блока ванной и санузла в глубине квартиры на этот узкий проход приходилось почти 10 квадратных метров еще один негативный момент прямо при входе в грязевой зоне дверь в жилое помещение необходимость перепланировки было очевидно мы снесли все перегородки очистили стены пол и потолок от старой отделки в итоге открылась такая картина на продольные капитальные стены опираются железобетонные балки высотой более полуметра это при том что высота помещения в бетоне 3 метра при разработке планировочное решение мы учитывали расположение капитальных и несущих конструкций в том числе и балок а теперь давайте пройдемся по квартире и посмотрим что у нас получилось заходим в прихожую напротив зеркальный гардеробный шкаф который зрительно увеличивает объем помещения днем отражается входная дверь декорированная в одной стилистике с межкомнатами дверьми в квартире слева вешалка быстрого доступа с крючками на деревянной панели торце полочки для ключей перчаток и других мелких примет внизу банкетка с отделением для обуви над вешалкой шкафчики для хранения сезона одежды напольное покрытие керамогранитные плиты с бетонной фактуры под ним смонтирована система кабельного обогрева электрический теплый пол терморегулятор установлен справа от входной двери рядом с домофоном открываем дверцу шкафа внутри встроенный электрический щит здесь же установлен в одной автомат устройство защитного отключения и реле напряжения потолок натяжной из белоснежного матового полотна по периметру смонтирован теневой профиль натяжные потолочные системы установлены во всех помещениях квартиры выходим из прихожей и попадаем светлое открытое пространство гостиной столовой нам удалось увеличить площадь этого помещения на 4 квадратных метра за счет присоединения части коридора вход в детскую перенесли в гостиную раньше перегородки были тоньше балок из-за чего на одной из стен гостиной и других комнатах был заметный выступ такое бывает старых кирпичных многоэтажках мы исправили этот недостаток под балками толщиной 170 миллиметров возвели перегородки из блоков толщиной 150 миллиметров свесы в 10 миллиметров по обе стороны нивелировали за счет штукатурки теперь поверхность стен идеально ровно объединить гостиную с кухней столовой невозможно и балка здесь ни при чем по правилам газовой безопасности кухня с газовой плитой должна быть отделена от жилого помещения дверью мы сделали широкий проем который закрывает раздвижная перегородка конструкция перегородок состоит из трех секций две из которых передвигаются по направляющей закрепленный над проемом на полу нет никаких препятствий раздвижная перегородка не нуждается в свободном пространстве для открывания стулья обеденной группы можно ставить очень близко к проему с другой стороны стены установили раздвижную дверь в той же стилистике что и раздвижная перегородка интерьерный сюжет гостиной столовой развивается вокруг вальяжного модуля дивана оливкового цвета за спиной дивана обеденная группа прямоугольный стол на солидной металлической основе деревянная столешница раздвигается в развернутом положении за столом могут расположиться до 8 человек обеденный стол освещает люстра авторского дизайна абажур изготовлен из переработанной бумаги точно такой же сделать невозможно напротив дивана стильная и функциональная телевизионная зона под телевизором консольная тумба с фасадами под дерево а над телевизором система хранения из настенных шкафов под свет стен по всей квартире кроме ванны и санузла и прихожей на полу кварцвиниловый ламинат под натуральный дуб в натяжной потолок интегрированы трековые светильники линейный и угловой а также споты на стене у нас висит бра создающая мягкое и рассеянное освещение светильники отраженного света сейчас тренде залетаем в кухню справа шкаф колонны от пола до потолка с одной стороны встроенный холодильник ниже морозильная камера с другой система хранения наверху у нас антресоль давайте посмотрим на раздвижную перегородку со стороны кухни так она выглядит в открытом положении а теперь закрываем проем появляются подвижные секции о которых я говорил ранее при проектировании кухонного гарнитура нужно было учитывать расположение трубопроводов ответвление газовой трубы должно быть сохранено в изначальном виде более того газовую плиту нужно было оставить строго обозначенном месте соответствии со схемы приключения газовой трубе через гибкую подводку при проектировании кухонного гарнитура плясали от печки то есть от газовой плиты, мы нарастили подоконник и проворотили его в стол для завтрака. Дневное освещение можно регулировать с помощью римской шторы. Под подоконником стильный трубчатый радиатор. Такие приборы установлены под всеми окнами в квартире. Нижний ярус кухонного гарнитура отодвинули от стены. В промежуток мы заполнили столешницей стола подоконника. Взгляните, верхние и нижние ярусы полностью совпадают по графике. Под газовой плитой у нас встроена электрическая духовка. Над газовой плитой модуль со встроенной вытяжкой. Мойка из хромированной нержавеющей стали с тонким бортиком. Смеситель с выдвижным гибким шлангом. Удобно ухаживать за раковиной и мыть посуду сложной формы. В замыкающем модуле широкая посудомоечная машина. Выше на стенный шкаф со встроенной микроволновкой. Для облицовки кухонного фартука выбрали керамогранит под серый бежевый камень. Межплиточные швы едва заметны и создается впечатление, что фартук сделан из единой плиты. Столешница из темного акрилового камня толщиной всего 2 см подчеркивает минималистичный дизайн кухонного интерьера. Кухня переходит в коридор. Направляющая раздвижная двери закреплена на стене. Второй проход в гостиную тоже закрывается. Входим в санузел. Перед нами подвесной унитаз. За ним в сантехническом коробе система инсталляции. Выше шкаф. За его деревянными дверцами находится водомерный узел. Здесь у нас водные краны, коллектор на холодную и горячую воду, магистральные фильтра, фильтра тонкой очистки, система защиты от протечек, реле давления и другие устройства. Стены и пол облицованы матовым керамогранитом с фактурой розового бежевого камня. Под напольным покрытием смонтирована система электрический теплый пол. Перелетаем в ванну. Перед нами зона раковины. Мы использовали раковину из акрилового мрамора под тумбу. Изделие имеет консольную полку, под которую помещается полноразмерная стиральная машина. Над раковиной зеркало-шкаф с сенсорной подсветкой в стиле лов. Слева белоснежная акриловая ванна стандартных размеров. Роль контрастных акцентов играет темная электрика и сантехника, а также электрический полотенцесушитель на стене справа двери. Входим в спальню. Справа дверь в гардеробную. Здесь у нас вместительная и комфортная система хранения. Отделение со штангой, выдвижные ящики, секции для гладильной доски и сушилки для белья. Наверху полки для сумок и чемоданов. Внизу для обуви. Акцентная стена декорирована 3D-панелями, которые создают чарующую игру света и тени. Здесь в теневой профиль интегрирована светодиодная лента. Скрытая подсветка создает эффект парящего потолка. На стене установлены светильники отраженного света с лампами-читалками. При включении бра на рельефной поверхности образуются нежные световые переливы. Скрытая подсветка и отраженный свет создают атмосферу тепла и уюта. Еще один интересный элемент дизайна это мягкое изголовье кровати на всю длину стены. В него внедрены мебельные элементы с консолями и группами управления освещением. На противоположной стене у нас телевизионная зона и под телевизором подвесная тумба, объединенная с туалетным столиком у окна. Но туалетным столиком прямоугольное зеркало без рамы индивидуального изготовления. И перед тем, как мы перейдем в детскую комнату, напишите, пожалуйста, пару комментариев, что вы думаете по поводу данного проекта. Можете писать абсолютно все свои мысли. Обязательно отвечу сам лично на каждый комментарий. При входе нас встречает спортивный комплекс. Деревянные элементы красиво сочетаются с белоснежной опорной конструкцией и канатами. Акцентную стену украшает стилизованное изображение футбольного поля. Эти фотообои выбрал юный владелец данной комнаты, что неудивительно, ведь мальчик увлекается футболом. Настенные светильники органично вписываются в футбольную стилистику. У акцентной стены подростковая кровать с выкатным спальным местом. То есть можно уложить еще одного ребенка. Мягкие спинки защищают ребенка от травм. К тому же они придут к кровати диванный облик. Часть стены занимает стройный шкаф высотой от пола до потолка. За дверцами секция со штангой и полки для хранения разных видов одежды. У окна стеллаж для книг и учебных принадлежностей, объединенный с рабочим местом. Здесь мы на место подоконника установили столешницу учебного стола, который одним концом примыкает к стеллажу. Телевизионная зона. Телевизор находится между рядами настенных и напольных шкафов. Под настенными модулями сделана яркая открытая полка лимонно-желтого цвета, которая перекликается с дизайном акцентной стены. При всей наполненности мебелью детское многосвободное пространство для игровой активности ребенка. Например, для разнообразных игр на чудесном круговом коврике. Друзья, вот такой проект у нас получился. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!